В эфире программа «Ваш Защитник» в студии Роман Койден. Здравствуйте! Начнем выпуск с писем наших телезрителей. Первое обращение пришло из Сыктывдинского района от Марины Гичевой. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право родитель взять выходной 1 сентября, если ее ребенок идет в первый класс? Марина имеет, если этот выходной, как дополнительная социальная гарантия, отдельно предусмотрен условиями коллективного договора, принятого в организации, трудовым договором, либо только по соглашению с работодателем. Отдельного выходного дня, 1 сентября, родителям детей, идущих в школу, трудовым законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Светлана Колесникова из Сыктывкара пишет Здравствуйте, Роман! Я взял суду в Сбербанке. При оформлении суда у меня удержали страховой взнос в размере 1973 рубля 40 копеек, но по ошибке вычли эту сумму из заемных денег три раза. В итоге мне должны вернуть почти 4000 рублей. Как мне объяснили в банке, эта сумма вернется в течение месяца. Вопрос. Если я не воспользуюсь судой в течение месяца, то меняется ли процент на эту сумму? Надо читать заключенный договор. Что понимается под предоставлением суда? Если под предоставлением кредита понимается зачисление денег на счет клиента, то банк свои обязанности выполнил. А пользуется ли клиент денежными средствами или нет, фактически роли не играет. Проценты все равно будут начисляться. Условия договора должны исполняться всеми сторонами. Вам необходимо внимательно прочитать договор. Условия предоставления суда определяет он. Обращение от Сыктывкарки Ларисы Степановны Подскажите, пожалуйста, имеет ли право администрация вынуждать работника подписывать срочный договор при введении эффективного контракта взамен действующего бессрочного трудового договора? Лариса Степановна, срочный договор или контракт заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работников, а также в случаях, непосредственно предусмотренных законодательством. Все эти случаи четко определены статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. Поэтому необходимо посмотреть, законно ли само основание. Вынуждать вас что-либо подписывать право никто не имеет. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон. Это статья 72 Трудового кодекса Российской Федерации. Другими словами, для этого необходимо ваше согласие, причем выраженное в письменной форме. Если считаете, что условия, предлагаемые работодателем, ущемляют ваши права, то не подписывайте. Если работодатель оказывает на вас давление, обращайтесь в Трудовую инспекцию или в суд. Валентина из села Бакур Ижимского района 27 лет проработал в образовании. 7 лет воспитателем и еще 20 лет заведующим детским садом. За 3 года до пенсии решила сменить место работы. На постоянное место женщине в предпенсионном возрасте устроиться не удалось, поэтому пришлось довольствоваться временными преработками. Такое кардинальное изменение трудовой карьеры педагога возымело свои плачевные последствия. В итоге, уйдя на пенсию, лишилась коммунальных услуг, предназначенных педагогом. Обращалась с заявлением в органы соцзащиты, но получила отказ. Могу ли я обратиться в суд для восстановления права на соцподдержку? Вы можете обратиться в суд за защитой нарушенного права на меры соцзащиты, но та практика, с которой я сталкивался, была не в пользу граждан. Закон Республики Коми номер 46 внес изменения в редакцию статьи 18, закон Республики Коми номер 55 о социальной защите населения в Республике Коми, которые вступили в силу с 10 мая 2011 года. Согласно внесенным в закон изменениям, сохранение мер социальной поддержки распространяется на педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, прекративших педагогическую деятельность после назначения им пенсии, имеющих стаж работы не менее 10 лет в образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, и имеющих на день назначения пенсии право на указанные меры социальной поддержки. Таким образом, после 10 мая 2011 года для назначения льгот необходимо, чтобы на момент выхода на пенсию работник осуществлял педагогическую деятельность в образовательном учреждении сельской местности и его стаж составлял более 10 лет. Утверждены критерии оценки качества медицинской помощи. Согласно статье 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 года, номер 323 об основах охрана здоровья граждан в Российской Федерации в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своей временности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата, проводится экспертиза качества медицинской помощи. Критерии сформированы по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, протоколов лечения по вопросам оказания медицинской помощи. В частности, будут оцениваться введение медицинской документации, первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи, установления диагноза, формирования плана обследования и плана лечения, правильное назначение лекарственных препаратов и результаты лечения. Эти и другие критерии будут учитываться при оценке оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Правление Ассоциации юристов России намерено провести широкое обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, предусматривающего существенные инновации в процедуру наследования. Например, супруги могут получить право составлять совместные завещания. Еще одна новая форма прописана в проекте «Наследственный договор». В нем не только расписывается, что кому идет, но и оговаривается обременение. Скажем, кто-то из наследников будет должен выполнить какие-то условия. За рубежом, кстати, подобная практика не только действует, но и давно обыграно в кино. Кто-то из героев должен был жениться, кто-то в короткий срок потратить бешеные деньги, чтобы получить еще более бешеное наследство. У нас пока человек не вправе письменно ставить какие-то условия потомкам. В списке на капитальный ремонт в столице республики 1729 многоквартирных домов. Большая часть – это двухэтажные деревянные строения, ресурс которых не должен превышать 50 лет. Жилицы нового квартирного деревянного дома, возведенного еще в середине прошлого века, обратились к нам в редакцию за помощью. По документам, в их строении уже проводился капитальный ремонт, но фактически он так и остался на бумаге. На место выехал мой коллега Евгений Рогацкий. Елена Григорьевна, здравствуйте. Что случилось? Мы к вам приехали. У нас проблема. Дело в том, что мы живем в нашем восьмиквартирном двухэтажном жилом деревянном доме по адресу Сысельская, 56. Вот в этом доме, да? Да. Уже неоднократно обращались к нашей управляющей компании «Жилсервис». Ну, что мы можем сказать? Наши жильцы, все добросовестные, мы вот ничего никогда не просили у «Жилсервиса». Проблема у нас в чем? У нас старая электрическая проводка. Недавно, в июне, буквально был пожар в соседних домах, вот в этих деревянных, и там была проблема. Сказали, что это как раз из-за старой электрической проводки. Мы просим нам ее заменить. И без того опасную старую электрическую проводку вдобавок еще и заливает. Кровля в доме с виду напоминает звездное небо. Вместо звезд, правда, дыры. Жильцы такой романтики не разделяют. Замкнуть проводка может в любой момент. Да и течет вода в квартиры. Прямо перед нашим приездом из чердака вынесли 8 ведер воды. И все это уже после якобы проведенного ремонта кровли. Пришли, залили монтажной пеной дырочки и уехали. Результат? Результата никакого нет. Все равно крыша протекает. Причем это сырость в подъезде. Это сырость из подвала идет. Поскольку у нас еще здесь домовая территория плохая. Все в ямах, в лужах. Эта вся грязь стекает туда, на крыльце. Вы сейчас увидите, сами посмотрите. И плюс это все в подвал уходит. Жил сервис за все это время, пока мы работаем. Ну вот за исключением то, что дворники приходят, убирают. Они ни копейки сюда не вложили. Ни капельки краски. Обычной краски, чтобы подкрасить, например, тоже крылечко наше. А денежки берут? Деньги берут. Но куда уходят собранные деньги, загадка. Жильцы уже давно привыкли ремонтировать дом своими силами. То тут подкрасят, то что-то прибьют. Вот просто просим, поддержите нас. Помогите нам вот элементарно с простым ремонтом. Хотя капитальный ремонт тоже бы не помешал. Не помешал, конечно. Но когда он будет... К слову, в оригинальную программу капитального ремонта, которая утверждена до 2023 года, этот дом, построенный в середине прошлого века, не входит. Более того, обследование дома с установлением степени его износа никто не проводил. Мы посоветовали бы Елене Григорьевне обратиться с заявлением в администрацию города Сыктывкара для того, чтобы в этот дом приехала комиссия. В нее войдут и сотрудники администрации, и управляющие компании, и жилищные инспекции, и, возможно, МЧС. И они должны составить соответствующий акт. Вообще, пригонен ли этот дом для жилья? И вот после этого, естественно, нужно будет обратиться в суд для того, чтобы именно он решил вопрос, можно ли здесь жить. И, наверное, уже нужно будет выделить соответствующие деньги для людей. Для людей. Мария Викторовна из Усогорска, Ударского района, обратилась к нам за разъяснением порядка передачи имущества по договору дарения. Решила оформить квартиру на племянницу, которая досталась мне от покойного мужа. Еще при жизни супруг приватизировал жилплощадь, но среди бумаг я не смогла найти кадастровый или технический паспорт. Подскажите, при оформлении сделки можно ли обойтись без этого документа? Уважаемая Мария Викторовна, разъясняю, кадастровый паспорт необходим для проведения каких-либо сделок с недвижимостью и является обязательным документом для Федеральной регистрационной службы. Кадастровый паспорт состоит из двух частей. Первая часть – раздел кадастрового паспорта, в котором указывается адрес, где находится объект и назначение помещения. Вторая часть – графическая часть плана объекта недвижимости. Кадастровый паспорт на квартиру представляет собой выписку из Госкадастры недвижимости, которая включает в себя все необходимые технические данные об объекте недвижимости. Они требуются для регистрации права на объект и осуществления любых сделок с ним, включая в себя минимальный объем информации, которая нужна для государственной регистрации права на недвижимость. Необходимость получения кадастрового паспорта при регистрационных действиях определена законом о Государственном кадастре недвижимости. На сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Контактная информация на ваших экранах. Видеоверсия этого и предыдущих эфиров на сайте yurgan.rf Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok